Айдер Муждабаев, украинский журналист и общественный деятель Крымско-Татарского движения, правильно? Правда, не понимаю, в какого общества я деятель, потому что у меня никакие общества не вхожу, никакие политические силы тоже. Мы делаем это интервью в Таллине, и мой первый вопрос об Украине все-таки. Как ты оцениваешь то, что сейчас происходит в Украине, и в частности, насколько сильна поддержка украинской властью, крымских татар и движения за присоединение Крыма? Обратное. Ну, понимаете, конечно, хотелось бы большего. Но с другой стороны, нельзя сказать, что ничего не делается. Сейчас вот последние, такие достаточно оптимистичные были высказывания президента, и кое-какие действия, связанные, например, с заменой руководства полпреда президента в Крыму, который занимал очень долго, три года, не им даже назначенная женщина, которая ничего не делала. И общественные активисты, такие настоящие, они устроили пикет серьезный, месячный. Они по представительству президента в Крыму, который в Херсоне находится, и они добились того, что президент их услышал, и он заменил на нормальных действующих людей. И я думаю, что работа по Крыму будет сильно активизирована, потому что это очень важный орган с полномочиями, с большими. Потом, то, что президент встречался недавно с главой Меджилис Арифатом Чубаром, с Мастапой Джамильевым, и в очередной раз сказал, что он ускорит даже и активизирует процесс изменения Конституции, внесения изменений в 10-й раздел Конституции, который должен закрепить Крым, как автономию крымсо-татарского народа, коренного народа Украины, в исполнении его права, как коренного народа, иметь свою автономию в составе украинского государства. И как бы сейчас вот есть такие позитивные моменты, но посмотрим, как это будет реализовываться. В принципе, слов сказано много хороших. Хотелось бы, чтобы это как-то двигалось быстрее, потому что уже четвертый год оккупации, нужно что-то делать, и многое делается на самом деле, но много делается общественниками, много делается волонтерами. Конечно, государства делать недостаточно, на мой взгляд. Уже появляются политики западные, которые призывают признать Крым частью России. Как ты к этому относишься? Ну, почти нет таких политиков. В среде серьезных политиков таких нет вообще. Есть всякие леваки, которые там что-то рассуждают себе, но это серьезно не обсуждается. Ни в коем случае, никогда не будет обсуждаться. Все-таки, в отличие от Путина, мир кое-какие уроки излек из Второй мировой войны, поэтому Крыму никогда не простят. И, конечно, любой следующей власти придется Крым вернуть. И с этого разговора начнется с следующим руководством России, как бы она ни сменилась, каким бы способом это ни произошло. Вот что касается возвращения утраченных территорий, это же не только Крым. Вот если во время Советского Союза это и часть Финляндии, по-моему, там 10% территории была захвачена, это и часть Японии, Курильские острова, и может быть что-то еще. Почему об этом не говорят? Ведь это, по сути, то же самое. Но вот это причина того соглашательства, которое было раньше. И оккупированные территории Финляндии, и оккупированные территории Курил. Ну, японцы об этом говорят, но в мире как-то не очень громко звучит. И финны как бы вот вроде де-факто типа с этим смирились. А на самом деле эти вопросы возникнут. И они возникнут в любом случае. Но первым будет Крым, но вопросы возникнут к новому руководству России 100%. Они будут именно начинаться с Крыма. А потом будут все другие аннексии рассматриваться. Это никуда от этого России не избежать. Это просто пойдет процесс необратимый. Необратимый процесс еще будет идти внутри страны. Будет сепаратизм внутри России. Будет развал. Но для этого должны быть некоторые условия. Я тут в Эстонии тоже выступал, рассказывал. Некоторые говорят, что я слишком пессимистичен. Наоборот, оптимистичен. Но я просто другого не вижу. Я вижу, что нынешний режим путинский, он, в общем, живет за счет Европейского Союза. Но если будет коллективное желание у лидеров европейских стран, у США Россию вернуть на место, они это сделают чисто экономически. И тогда и смена есть. Смена произойдет, и Путин вдруг куда-нибудь исчезнет, или что-то такое случится, или перестанет быть лидером. И все изменится. Просто медведя, которые начали кусать прохожих, надо перестать кормить и посадить на цепь. Как бы до этого дойдет, тогда мы будем иметь дело совсем иной ситуации. И в этой ситуации и с Крымом будет другой совершенно разговор. И по другим вещам тоже. Вот все-таки, а насколько Крым это такой камень преткновения, вот принципиальный вопрос для западных политиков, для Евросоюза и для США. Потому что есть мнение, что вот эти санкции, прежде всего это был список Магнитского, как раз это был ответ на то, что Путин в принципе не позволил американским инвесторам вести бизнес в России, зарабатывать на этом. То есть он на самое святое позарился на деньги. Став таким образом, по мнению инвестора, одного самым богатым человеком мира, Уильяма Браудера. Вот это Уильям Браудер сказал. То есть, насколько Крым, клочок земли, а не деньги, играют такую роль в геополитике и в отношении Запада к Путину. Я не знаю, что такое геополитика, так же, как не знаю, что такое всемирный заговор, я не знаю, что такое деньги и вопросы территориальной целостности, они ни роли не играют никакой. Все-таки Запад дошел до политики принципов, все-таки мейнстрим там это политика принципов, и нарушение принципа целостности границ после военного не простят Путину, России не простят. Они пытаются, они подкупают, там политиков каких-то, они что-то еще делают, Они надеются на этот раскол. Есть, конечно, и циничные бизнесмены, и всякие прошмандовки политики в Германии, в разных странах. Но, мне кажется, ответ на этот вопрос, по поводу того, насколько мир готов продать принципы Путину, это голосование в Конгрессе США. Когда практически единогласно, Конгресс принял санкции против России. Вот и все. Идите и поговорите. Сколько там, три человека воздержалось или против, голосовал или два. Вот с ними ведите переговоры. Вот у них покупайте землю, Крым или что-то еще. А остальные с вами говорить на эту тему не готовы. И в Европе тоже никто никогда не признает аннексию Крыма. Этот вопрос возникнет первым. Просто у Путина получилось вот так 7-минутно, когда он Донбасс захватил, потом в Сирию, в Торкс, он создал новые поводы с собой торговаться. Он себе товары наложил в корзинку, он же войной торгует исключительно, кроме нефти и газа. Он товаров себе в корзинку наложил, хотел торгануть в Сирии, хотел торгануть Донбассом и так далее. Поэтому показалось, что Крым на задний план отошел, как первое проглоченное им. А дальше он пожирал все остальное. Но как только ситуация изменится, внешние политические факторы додавят до того, что Россия не будет способна, вот эта власть не будет способна управлять Россией дальше в должной мере сильно, вопрос Крыма станет главным и первым. Никуда от него не денутся, это совершенно точно, потому что это вопрос брутального нарушения международного закона. И его Россия не простит никто никогда, никто никогда Крым не признает, тем более Украина не признает никогда. А вот сейчас все-таки больше говорят про Крым, а не про Восточную Украину. Почему? Наоборот, говорят про Восточную Украину больше, чем про Крым, потому что Минский процесс идет, другое дело, что он не идет никуда, но он формально идет, а по Крыму же ничего не происходит вообще. Нет никакого крымского формата, никакого будапештского формата, но он будет, конечно, это вопрос времени. Просто сейчас Путину удалось продать эту войну на Востоке, свою агрессию продать урегулирование, так скажем, хотя никакого урегулирования нет. Ну, это вот такая пауза. Ну, вот уже говорят, что, ну, вот в частности, Альфред Кох говорит, да, с которым мы встречались на форуме «Свободная Россия» в Вильнюсе, что надо признать эти, как бы, ДНР, ЛНР. Кому надо признать? Австралию? Кому надо признать? Украину. Вошел в жопу товарищ Кох вместе со всеми подобными людьми. Не ему советуют, что признавать Украину. Пусть посоветуют, он в Германии живет. Вот пусть посоветуют Германии отдать пару областей, ну, там, Баварию, там, может быть, еще какую-нибудь область отдать Путину и признать это. Вот. А Украине советовать не надо. Вот. Не его это дело. Вот. И всем подобным политикам я предлагаю идти в задницу прямым текстом. И любой украинец их туда пошлет. И, более того, на такие заявления способны только маргиналы. Видимо, раз этот человек такие вещи говорит, значит, он маргинал политический. Это его осознанный выбор. Ради Бога. Вот. Значит, как с маргиналом, с ним и надо разговаривать такими же выражениями. Потому что это безумие. То, что вот такие предложения безумные. Они не будут рассматриваться никак серьезными людьми ни в одной стране мира. Это Путин может признать ДНР, ЛНР. Кстати, я бы считал, что если он так сделает, ну, еще укучит свою ситуацию, пусть сделает. Формально это, по факту, ничего не изменит. Это будет новым поводом для новых санкций. Но никогда Украина таких вопросов рассматривать не будет. И никогда ни один серьезный западный политик, ни маргинал, которого можно послать в задницу совершенно открыто, незаслуженно, не будет такого Украине предлагать, конечно. Один из самых ярких политиков украинских, который поддерживает и крымских татар, и действия Украины, да, все. А Михаил Саркашвили был лишен гражданства. Вот что ты думаешь об этом? Ну, я написал сразу об этом и много раз говорил. Я считаю, что это глубоко ошибочное решение, которое, конечно, исходит от администрации президента, и, видимо, лично от президента. Я считаю, что оно должно быть пересмотрено, я тоже об этом говорил. Я считаю, что Саркашвили все равно вернется в Украину. Тем временем юридическим способом он этого добьется, потому что Украина не Северная Корея. И такие решения нельзя, не могут быть реализованы как бы в демократической стране без процедуры. И, конечно, он вернется все равно. Как-то к нему не относись. Но я считаю, что главное даже не в этом, а главное в том, что можно физически запретить на какое-то время въезд Саркашвили в страну, но этот дискурс никуда не денется. И другие политики будут говорить то же самое. И Саркашвили будет говорить из других стран то же самое. Что изменится, что этим поменялось. Поэтому я считаю, что это глубокая ошибка. Это, наоборот, прибавило симпатии, я думаю, бывшему президенту Грузии. И не принесло, мягко говоря, никаких дивидендов нынешнему действующему президенту Украины. Да, но он не может участвовать в выборах, в политике и так далее. Ну тогда чего же было выгонять-то? Ну где логика? То есть это какое-то совсем непродуманное решение. Кто там чего советовал, кому я не знаю. Но я не вижу никаких дивидендов от этого для действующего президента вообще. А хуже может стоить? Ну хуже, конечно, может. Ну потому что поступок был многими воспринят как неправильный, недостойный президент из страны. И поэтому вот кто такие вещи делает, как это происходит, почему никто не сказал остановитесь и не надо так делать. В конце концов Саркашвили действительно не может баллотироваться президентом. Но максимум, что он мог провести партию в парламент с каким-то процентом голосов, это что, какая-то смертельность какая-то? Что это произошло, собственно? Потому что страну разрушает, что ли? Нет, конечно. И у Украины, у Порошенко есть, если думать о том, что он президент страны, и в первую очередь должен интерес страны оставить, то, конечно, у Петра Порошенко есть более серьёзные враги. Это пророссийские силы. А Сакашвили уж никак такой угрозы не представляет. А кто сегодня олицетворяет пророссийские силы в Украине? Да, полно. Ну, бывшие регионалы. Бывшие регионалы, плюс часть эльгархата, которая тоже предлагала Крым продать, типа Петчука, такие мягкие забросы делали, что коррендовать и в аренду отдадим. Другие там ещё что-то придумывают, говорят. Но все, кто пробует такие вещи говорить в Украине, они становятся маргиналами политически. Их никто всерьёз не воспринимает, потому что, ну, ну, то есть, понимают, откуда ноги растут просто. Открою, да. Дмитрий Гордон, как-то вот, ну, наш корреспондент его интервьюировал в Киеве, и он предложил, значит, не веря в то, что какими-то демократическими способами, с помощью воли народа, власти народа, там, выборов, что-то можно изменить, предложил просто обратиться к олигархам украинским, да, как бы, воззвав к их, ну, чувствам, к каким-то патриотическим, да, совести, и чтобы они просто между собой договорились, что вот мы хотим, чтобы Украина процветала. И вот это единственный, кажется, ему способ что-то изменить в стране. Вот какие другие есть варианты изменения страны к лучшему? Проведение реформ, там, уничтожение олигархата, там, и так далее. Ну, все будет нормально в Украине, там просто элита не сменилась политически, и экономическая тоже. И экономическая элита очень сильно влияет на власть. А экономическая элита, она такая, ну, скажем так, не всегда дружит с законодательством, в европейском понимании это слово. Как ее поменять? Ну, поменяется все потихоньку, поменяется. Будут реформы, будут, будет что-то. Там, конечно, олигархи сядут о чем-то договорятся, они друг другу не доверяют вообще на сантиметр. Поэтому я не верю в такие договоры. Они могут договориться, как что-то где-то украсть, и поделить там ситуативно, но ни на какие действия во благо страны они, конечно, не способны. Это только народ, только сам народ, в Украине очень сильное гражданское общество, много волонтеров, много активных людей. Я думаю, что они заставят, и они, в том числе и западное давление, заставят ускорять реформы, и приведут в итоге к смене элит, не мгновенно, но такое будет, конечно. Это просто процесс, это не могло случиться в мае 2014 года, после февраля 2014 года. Просто не могло. Это нельзя требовать от Украины таких, таких семимильных шагов. Будет много сложностей, но все будет нормально. А кто придет им на смену? Американские корпорации? Не понял. Ну, кто может стать новой экономической элитой? Есть мнение, что это будут американские корпорации? Серьезно, а кто экономическая элита в Швеции, на Финляндии? А зачем корпорации? Кто работает, тот и будет. Зачем, что это за теория заговоров? Я не понимаю, зачем это нужно? Мы привыкли жить так, когда страну делят между собой пять человек и все. Нет, ну такого не будет. Будет как в Польше, как в Германии, как в Литве, как в Эстонии. Ну, это время просто нужно. Но в Эстонии это как раз шведские банки. Ну, пусть будут шведские банки. Здесь же не только шведские банки. Но это не проблема, которую мы тут будем обсуждать. Мы не экономисты. Что мы тут будем гадать? Имеется в виду, что там должен быть новый закон о выборах, конечно, в Украине. И добиваются тоже его изменения. Он тоже, по-моему, входит в пакет реформ. Но многие реформы тормозятся. Многие не выгодны коррупционерам. Но это процесс. Это не бывает за одну минуту. Ну, а вот у тебя нет такого разочарования? Нет, у меня никакого разочарования нет. И никто меня не дождется. Потому что я просто понимаю, что происходит. Ну, проблемы, да? Проблемы. Ну, а как без проблем? А кто сказал, что выросший из Советского Союза, пережив революцию, находясь в процессе войны с крупнейшей державой Юразии, значит, не будет проблем. Конечно, будет. Имея коррумпированную, как бы, олигархическую структуру во власти, всегда, как раковую опухоль, конечно, будут проблемы. Мы же меняемые люди. Мы же понимаем, что они в сказке живем. А насколько сильны патриотические чувства в Украине сегодня? Ну, вот люди говорят часто, что вот при Януковиче, там, доллар стоил 8, да? Гривен, а сейчас там 26. И вот якобы было лучше. Я скажу так. Патриотических чувств хватит на то, чтобы уничтожить все танки, которые попробуют захватить Украину. А также и другие предметы военной агрессии. Так что на то, что украинцы стали меньшими патриотами, россияне могут вряд ли рассчитывать. Они, благодаря, в кавычках, России, украинцы знают, как воевать теперь и знают цену этим братьям. И любого брата с оружием в руках они встретят не хлебом, не солью. Ну, а поддержка Запада, она вот ощутима в Украине? Ну, наверное, она ощутима в разных областях. Просто мне трудно обобщенно судить. Морально, конечно, ощутима. Но, конечно, нужно оружие нормальное. Нужно оружие, которым можно уничтожать танки. Нужно ПВО. Нужно то, что даст понять Путину, что дальше не надо. Дальше не надо. Потому что Европа стоит за Украиной, вооружает ее, помогает. Что Америка стоит за Украиной. Что дальше не надо. Что это чревато. И что ты можешь получить достойный ответ. Потому что такие Кремли, он понимает только силу, на самом деле. Я тут тоже в Эстонии говорил, нельзя надеяться ни на НАТО, это не... Ну, надо, то есть, надеяться, конечно, на всех. Но приоритетное, это то, что ты делаешь сам. И помогать друг другу нужно. И Украина за всю Европу там воюет. И за Эстонию в том числе. Ну, и вопрос один про Россию, про оппозицию российскую. Может быть, кто-то поддерживает Украину из ярких лидеров таких? Сейчас Астинавальный. Я не знаю ни одного российского политика, который поддерживал бы Украину. Ну, просто не знаю. Это, кстати, говорит, очень плохо характеризует российскую оппозицию. Это значит, что большинство российской оппозиции, как я говорю, просто такие. Не очень порядочные. Потому что главное преступление их страны это Крым. Они говорят, мы про Крым говорить не будем, это рано. Они их трясет, они там истерят. Давайте этот вопрос осудим, опустим. Давайте обсудим дачу Медведева. Нет, не давайте, ребят. В Украине вообще начали уже... Там никто уже не знает никаких русских оппозиционеров и не думает о них. И Навальный для вот такого обычного украинца, это, в общем, такой же Путин, только мелкий. Никто не будет разбираться в своих взаимоотношениях. Если ты не признавишься в целостность Украины, если ты вверяешь в вопрос Украины, то ты нам не друг, а враг. Это правильное отношение. То есть в сортах дерьма разбираться не нужно. А как бы Рубикон, он вот, он понятен, он Крым и все. Ну и дальше все произошло тоже, да, но Крым это Рубикон. Если политик какой-либо страны, в том числе российской, в том числе оппозиционной, любой, желтый, белый, голубой, говорит, что мне это не важно, или мы подумаем, или мы что-то там перерешраем как-нибудь, все, он умер. Он как приличный политик, он умер, он перемещается в зону маргиналов, к Коху, туда, вот туда, ближе такой, как бы, ну, моральной заднице. Вот все там. Украинцы будут говорить, слушай, серьезных политиков. К сожалению, в России таких практически нет. Вот и все. Но россиян, которые, на самом деле, правду говорят, украинцы очень уважают, как Аркаша Бабченко, ну, он, как бы, тоже, как я, он никаких структур не представляет, но вот он сам представляет что-то, да, вот он, он россиянин, да. Вот. Еще несколько людей уважают, независимо от того, русские там, граждане они или нет, просто видят, что человек из себя представляет. Ну, а, к сожалению, политиков российских среди таких уважаемых украинцев людей нет. А вот Трамп встретился и с президентом Украины Порошенко, и с президентом России Путин. Вот, как это повлияло вообще на... Ну, мы же видели голосование в Конгрессе. 419 за, два против, один раз держался, так что, или там, три против. Да, но это голосование в Конгрессе. Ну, а что Трамп может сделать? Ну, что? Ну, Конгресс ему выбора не оставил. Он может только усиливать станции, он снимать их, ослаблять не может. И он сколько угодно может ругаться. Но Трамп это отдельное явление, я хочу обсуждать даже. Просто Конгресс показал, что есть принципиальная позиция обеих партий, обеих палат. И если Трамп даже вдруг завтра выяснится, что Трамп это и есть Путин, и просто в нем костюм Трампа, да, вот он все равно ничего не сможет сделать. То есть Трамп выключен из решений по России, вот таким образом, по вот этим конфликтам, по сконсионным делам. Ну, так работает американская демократия, даже независимая. Конечно, хотелось бы, чтобы президент США был более, ну, скажем так, адекватен в ситуации. Ну, следующий, наверное, будет более адекватен. Но и даже с этим президентом Кремлю не нужно ждать никаких конфеток, они не начнутся. Новая элита, вот последний вопрос, украинская новая элита, кто это будет? И куда денется старая элита? Старая испарится, а новая появится из ничего, из воздуха. Вот так бывает? Да нет, конечно. Ну, вы задаете вопрос, который сами ответы знаете. Ну, это все постепенно. Ну, есть люди, которые имеют авторитет в обществе. Будут следующие выборы, скорее всего, очередные, может быть, не внеочередные. Люди сурмируют партии, люди будут агитировать, люди будут искать помощи и денег, собирать деньги. Я думаю, что следующие выборы в Верховную Раду, они уже дадут более позитивный результат. И следующие, еще более позитивные. Это просто процессы, есть достаточно людей честных, незамаранных, на которых могут поверить украинцы. И которые будут для них гораздо более привлекательны, чем олигархические элиты постсоветские. А кого бы ты поддержал на выборах? Ну, нет, так нельзя говорить. Я поддерживаю единство Украины и борьбу крымских татар за возвращение Крыма, и борьбу к переселенству из Донбасса за возвращение Донбасса. Вот так я поддерживаю. Оставить на конкретную политику я никогда не буду. Это просто не нужно. Просто политик должен отвечать принципам и интересам. Таким, которые, я сказал, для меня важны. Я не вижу никого, кто в полной мере им отвечал. Ну, может быть, это так и не должно быть. Но в большой мере должны политики отвечать тем вопросам, потому что они базовые для Украины. Территориальные ценности – это то, что не должно обсуждаться. И в личных местах оно не обсуждается. Для меня это критерия основная. Ну, хорошо. В принципе, я-то считаю, что это всего лишь... Ну, как бы... Ну, земля есть земля. И важно просто, чтобы соблюдались права человека. Если люди решают как-то... Ну, вот они хотят так жить, то им это должно быть. Кто они так? Позволены люди, населяющие вот ту или иную территорию. Я не понял. Это вы тут за Крым агитируете, что ли? Нет, я не агитирую. Я просто говорю о том, что ведь много спорных территорий в мире. Да, вот... Ну, та же Каталония, например. То есть, спокойно. То есть, русские в Лондоне могут собраться и провести референдумы, объявить, что в Лондоне будет Лондонская народная республика, что ли? Или как-то бывает. А что там есть такие? А в Берлине есть целый район русский. Такие силы? Да. И Коху его признает, наверное. Живи, надо жить в мире реально, в мире нормальных людей. Не в мире ебанутых, которые считают, что... Я сейчас проголосую, выйду, там, в Берлине у ларька погрызу, семок погрызу, пиво тебе за пол евро выпью и проголосую за что-нибудь. Нет, такого не будет. Есть, что касается территории, они принадлежат странам на основании законов и договоров. Нарушать их нельзя. И если тебе не нравится какая-то страна, есть билет, поезд, самолет. Мир глобален, ты продаешь собственность, уезжаешь в другую страну. В ту, которая тебе нравится. В Российскую Федерацию, из Крыма прекрасно ходили все виды транспорта. И из любой другой страны входит виды транспорта в другую страну. Если Вася Хрюкин приехал в Испанию, пометил какой-то кусок пляжа несколько раз, где-то собственноручно, это совсем не значит, что он может в Испании делать то, что он хочет. Это очевидно для всех цивилизованных людей, кроме шариков, тузиков и прочих маргиналов. Продолжение следует... Продолжение следует...